День добрый. Здравствуйте. Я по поводу Алексея Смирнова, и у меня очень мало времени. А вот и отец. Ну, ваш сын говорил, что вы очень занятой человек. Нет, я не его отец, я телохранитель его отца. Альберта Ротвеллеровича. И он действительно очень занятой человек. А это ваш Альберт Бульдогович... Ротвеллерович, попрошу. Ну, неважно. Он знает вообще, что натворил его сынок? Позвонил в милицию и сказал, что школа заминирована. Это правда, Алексей? Это правда. Вот, пожалуйста. Теперь придется заплатить большой штраф. Мы поставим мальца на учет в детскую комнату милиции. И ваш хозяин не сможет его теперь определить там в Оксфорд или куда он его хотел там отправлять. А может, я передам ваши слова Альберту Ротвеллеровичу, и он сам накажет своего сына? Как накажет? Вместо красного Мазерати подарит ему желтое? Хорошо, скажите, а если бы вызов был не ложным? Не, ну, если бы не ложным, то... Малышу бы тогда грамоту выписали. Он же ж герой. Грамота героя – это хорошо. Тридцать третий второму. Ситуация шестьдесят два восемьдесят. Школа. А что это вы делаете? У Альберта Ротвеллеровича работают исключительно профессионалы. Поэтому у вас есть максимум десять минут. А что, заминировали школу? Мне пришлось это сделать. Крыныца, блин, побежали! За десять минут мы все равно не успеем! Прости, пап. Леша, последний раз. За это будет суровое наказание. Два дня без интернета. Альберт Ротвеллерович смешно. Я теперь так иногда можно тебя буду называть? Можно, но только не приманы. А теперь валим отсюда. На троих. Так, математика. Селиванов тест сдал. Петренко тест сдал. Сидоров тест сдал. С информатикой пока проблема. Вы мне объясните, что происходит в вашей школе? Это какой-то беспредел. Вот вы у нас кто? Во-первых, здравствуйте. Здравствуйте. Во-вторых, я зауч по воспитательной работе. Ну, а в-третьих, что конкретно вы имеете в виду? А, вы зауч по воспитательной работе? О, это я удачно зашла. Так вот, я требую, чтобы вы разобрались с теми, кто обижает моего сына в вашей школе. То есть, вашего сына кто-то обижает? Да, обижают все. Ага, и кто? Старшеклассники, семиклассники, шестиклассники. Недавно взяли его портфель и играли с ним в футбол. А? Что это такое? Это беспредел. Давайте конкретно разберемся, кто обижает вашего сына. Значит, семиклассники, правильно? И не только. Физрук вместе со старшеклассниками играл в портфеле моего сына в футбол. Если я его где-нибудь поймаю, я его загоню на канат, который смазан клеем. Успокойтесь, пожалуйста. Я как мать вас понимаю. Но это же дети. У них игры такие. Дети? А Физрук ваш тоже ребенок, что ли? Наш? Да, к сожалению. Я им скажу, чтобы они больше в такие игры не играли. Кто-то еще обижает вашего сына? Конечно. Конечно. Трудовик. Трудовик недавно сказал, что если он, мой сын, не побежит за чекушкой, то он его туфли прибьет к полу. Позовите мне его сюда, этого трудовика. Я ему чекушку к голове его дурной прибью. А можно поговорить с вашим сыном? Я хочу лично услышать это от него. Конечно. Только я вас очень прошу, вы на него не давите. Иначе я вам тоже кое на что надавлю. Сыночка, зайди. Что, мамочка? Сыночка, подойди ближе. Вот тетя, которой ты должен все рассказать так, как рассказал, ты это мне. О, замазюкался, боже мой. Абрам Моисеевич? Наш учитель информатики? Да. А почему вы сами лично ко мне не подошли и не рассказали обо всем об этом? Я вас просила на него не давить. Я требую, чтобы вы разобрались и наказали всех виновных. В качестве профилактики я буду ходить с моим сыном на все его уроки. И не дай бог, кто-нибудь его обидит. Я сама лично им руки-ноги поломаю. Сыночка, в каком классе у тебя сейчас урок? Сейчас, мамочка, в седьмом Ге. Я боюсь. Это там, где этот Петя Сулеванов? Да. Не бойся, сыночка. Я ему так плюну, что он умоется. Скажите, пожалуйста, а вы могли бы поговорить в таком тоне с нашей директрисой по поводу повышения зарплат для учителей? Сыночка, ты хочешь, чтобы тебе повысили зарплату? Хочу, мамочка. Хорошо, я поговорю. О, благодарю. Но она такая стерва. Не переживайте, я умею кое-на-что надавить. Ей проще будет повысить зарплату, чем потом оплачивать лечение. Ну все, будьте здоровы. Мы пошли на урок в седьмой Ге. А, любезнейший, вы могли бы мне помочь? А, не-не-не, такими машинами мы не занимаемся. Вам лучше обратиться к официальному дилеру, потому что я сейчас что-то не то нажму, и все, прощай, почка. С машиной все в порядке, там проблема другого рода. Голубчик, вот пройдемте в салончик. Не-не-не, вы меня с кем-то спустите. Я не голубчик, я натурал. Я тоже натурал, у меня есть девушка даже. Вот с ней, кстати, и проблема. Мужик, ты читать вообще умеешь? Там вывеска СТО. Я мастер, а не психолог. Там проблема другого, так сказать, рода. А, понял. Вы хотите для разнообразия порезвиться на СТО? Что мне, погулять пойти? Слушайте, вы можете хотя бы посмотреть? Вот это я точно делать не буду, потому что я один раз согласился. Меня потом третьим затянули. Да послушайте, там совсем другое. Я предложил девушке покататься. Она согласилась, мы поехали, ей понравилось. Я притопил на спидометре 300, и она как заклинила ее, и я теперь не могу ее вытащить из салона. Да? Слушай, молчите. А мне через час жену из аэропорта сбирать. О-о-о. Понял. Жену и тещу. Понятно. Здрасте. Молчит. Тяжелый случай. Все серьезно. Так, а может, лучше в скорую? Да, в скорую, через час аэропорт. Черт. Так от меня вы чего хотите? Достать ее, чтобы. Да я пробовал. Она как будто когтями обивку пробила и намертва. Я думал, может, подъемником, тросом подхватить. Слушайте, а вам вот важно, чтобы она целая оттуда досталась? Или можно по частям? Честно? Не пофиг. Это облегчает работу. Сейчас. А сейчас, ну, подождите. Давайте все-таки целиком. Потом химчистка, салона. Не хочу. Ну да, ну да. Слушай, мужик. А может, ты жене скажешь, что вот, пока тебя не было, купил куклу для развлечений? Кукла? Ну, она, конечно, похожа. Жена раскусит. Но она сама в таком состоянии была и не раз. Да. Ну ладно, ладно. Что-то придумаем. Придумайте. Вот огромнейшее вам спасибо. Ну, никак бы без вас не справился. Ну да. Вот сразу видно, кто настоящий мастер, а кто так. Погулять вышел. Ну да. Значит так, за креслом я заеду завтра. Жене скажу, что разлил кофе и сдал химчистку. Опа. Все, так сказать, чисто. Так, а с ней что делаете, когда она очнется? С ней? Да делай, что хочешь. Единственное, кресло, а не запачкай. Добро. Еще раз здрасте. Ну, с чего там обычно начинается? А ну, во-первых, хорошо, я тебе представиться. Где палик? Так. Сестра, ножницы. Так, ага, спасибо. Скальпель. Ага. Ага, вот. Вот так. Ну как? Знаете, мне кажется, еще немного слева. Тогда еще раз ножницы. Фу. Все. Расслаб. Пожалуйста. Так. Хорошо. Будите его. Так. Молодой человек. Встаем, встаем, встаем. О! О! Ну? Ах. Как вам? А? А? О! Вот это уровень. Красиво, красиво. Ага. Класс. Да, супер, супер. Спасибо большое. Девчонки. Денюшка. Спасибо. Приходите еще. Обязательно. Эту штуку можно уже? Да, конечно, пожалуйста. Все, счастливо. Пока. Хе-хе. Хорошо. Виктория Сергеевна, как вы думаете, главврач не узнает? Да ну что вы, в нашу больницу из госбюджета уже год деньги не поступают. На аппарат МРТ как можем так и зарабатываем. На старой фигне работаем. Так что все уже знают? Да, мало того, что у главврача в кабинете маникюрный салон. А у Ночмеда солярий стоит. Надо зайти. Следующий. Слышь, мужик, а ты что делаешь? Работаю. А? Не жарко тебе работать? Че там? Туч не видно? Не видно, мужчина. Отойдите, не мешайте. Слышь, а завтра дождь будет? Так, я что теперь? Гидрометцентр? Откуда я знаю, будет завтра дождь или нет? Не мешай. А? Семок будешь? Какие семки, мужчина? Я отвечаю за безопасность на воде. Не мешайте мне работать. Понял. Пивка? Да ты не боись, мужик. Я угощаю. Слышь, мужик, а на пляже рыбу какую лучше покупать? Сушеную или вяленую? Слушай, ты достал мне всякую ерунду спрашивать. Не видишь, я на работе. В любой момент человек тонуть может начать. Ну да. Ну да. А он на это и рассчитывает. Да, зятек? Мама? Ты думал, ты меня с лодки сбросил и все? Так я же вам весло подавал. Да. Я это чувствую до сих пор. Может, вам помощь нужна, женщина? Нужна. Хватай-ка его за руки, за ноги и пойдем топить. Нет, 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 нет. Мама, куда? Не надо, мама. Не надо. Ужик, что смотришь? Ты спасатель, спасатель. Женщина, вы не на моей смене. Отождитесь уже окончания. Мадрорик. Тихо. По-моему, мой муж. Быстрее в шкаф. Да-да. Где он? А? Кто он? Кто? Такой маленький, щупленький. Он должен быть здесь. Не знаю, никогда таких не видела. А кто вы такая и что вы делаете в моей квартире? Это пока в твоей. Скоро мы здесь будем жить. Что? Угу. Знаете, что, женщина, если вы жена этого маленького и щупленького, пожалуйста, забирайте его к себе домой и не надо устраивать здесь кандалы. Какая жена? Я его мать. Мать? Да. Мама? Женечка, сыночка, три дня тебя не было дома, а? Ты весь исхудал. Мама, как ты меня нашла? Материнское сердце всегда подскажет, где ее сын. Я тебе в трусики маячок зашила. Хорошо, ну что ты здесь делаешь? Хотела посмотреть на твою девочку. Честно говоря, я уже как бы не девочка. Хорошо, я буду называть вас женщиной. Возраст не помеха. Главное, чтобы мой сыночка был счастлив. Нет, я не об этом. Я говорю, что я замужняя женщина, понимаете? А чего ты меня не предупредил, что вы поженились? Ну давай, давай, знакомь меня с невесткой. А, мамочка, мы не поженились. Да. У Вики есть муж. Да. Я ее любовник. Да. Кто? Ваш сын говорит, что он мой любовник, понимаете? Мой мальчик любовник? Какой позор. Что скажут люди? Боже, мне плохо. Ой, мамочка, мамочка. Тебе же нельзя волноваться. Не волнуйтесь, не переживайте. На самом деле мы пошутили. Да. Мы муж и жена. И жена. Как бы хотели вас разыграть. Разыгрыши, что это ролевые игры, понимаешь? А, ролевые игры. Ой, вы знаете, мы с его папой тоже любили всякие ролевые игры. И играли даже. Я была доярка, он свинопас. И вот мы наследовали с ним. Павелик, а давай без подробностей. Да. Хорошо. Хорошо, теперь я спокойна. У моего сына есть невеста. Боже, какое счастье. Дети, будьте счастливы. Спасибо. Ну, не забывайте, что мне нужны внуки. Да. Извините, не буду вам мешать. Продолжайте. Продолжайте, да. Продолжай. Ох, ничего себе. Получается, если ты мой муж, то мой муж – это мой любовник. Ну да. Ну что, жена. Продолжим наши экзерсисы. Ты знаешь, как-то уже мне не хочется. Давай, иди, а я дождусь своего любовника. Твою мать, моя мать. О, прям как молодой. А любовник – это интерес. Ну, все, Анечка, закончила, да? Ух ты, как красиво. Это папа, да? А это мама. Ой, а что это за домик? А это ваш домик, да? А возле домика папина машинка, да? А это, наверное, мамина машинка. Я так понимаю, все 12 машинок возле домика папина. Одна из них моя. Ага, игрушечная? Нет. Настоящая? Настоящая. Настоящая. Ты посмотри, купил машину ей на вырост, а? Наверняка уже и права есть. Все-таки эта акция в ГАИ еще работает. Ой, а это что у нас? Что это за домик? Это дача? Возле речки. Это Азовское море. Черное море? Красное море? Да. Так и запишем. Дача в Египте? Не. Не в Египте? В Израиле? Да. Классика. Ой, а кто это у нас? Это твоя мама? Да. А у мамы ожерелье из бриллиантов? Замечательно. Прекрасно. Анечка, скажи, пожалуйста, а нет ли у тебя случайного рисунка внутри дома? Ух ты. Какая красота. Смотри, у нас тут плазма, картины, иконы, белый порошок. Да. Это все тоже будет приложено к материалам дела. Спасибо тебе, Анечка, большое. Все, можешь идти играться с детками. Виктория Сергеевна, мы закончили. Закончили. Беги, Анечка, я сейчас подойду. Спасибо вам большое за сотрудничество. Не за что. Ой, спасибо. А вы не хотите посмотреть рисунки сына прокурора? У него целый альбом накопился. Вот это интересно. Так, хорошо. Давайте, зовите. У меня такое ощущение, что мы здесь на целый день задержимся. Давайте всех детей в порядке очереди. Я поняла. Зову-зову. А ты говоришь, и декларации, и декларации. Здесь их надо брать на горячем. От проданных лекарств зависит сумма премии. Девушка, мне лучше нужна помощь. Что-что? Срочно. Что случилось? У меня ухо стреляет. Не волнуйтесь, сейчас я найду. Борный спиртик и под сущим. Да. Нет, 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 мне не нужны капли. Мне нужно, чтобы вы вызвали полицию. Зачем полицию? Чтобы они арестовали того, кто в ухе. Я понял. А еще лучше застрелили его. Да. Если у меня трубы горят, это значит пожарных вызывать надо. А если у кого-то газы, значит службу газов, да? Да. Не смешно. Вызывайте скорую полицию. А, ну. Я думаю, полицию рановато вызывать. А вот скорую я сейчас вызову. Давайте пока я просто посмотрю. Нет, нет, нет. Пусть тут все вон. Хорошо, хорошо. Я смотрю. Вызывай скорую. А ну-ка подойдите, больной ближе. Ну-ка подойдите. Так, что там у нас? Не высовывайте слезобородку. Мама! Не открывайте ухо. Я же говорил. Извините. Скорую вызвала? Вызвала. Уже едут. Хорошо, что по касательной пошло. Только ухо задело. Что вы говорите? А ну-ка. Да вот так вот все и было. А не я его из-за ревности убила? Или там из-за денег каких-то? Рожданочка, если вы думаете, что я или следователь, или тем более судья поверит в этот бред, то вы глубоко ошибаетесь. Ну, не хотите чистосердечку, как хотите. Вам же хуже. Да я вам клянусь. Да крест на пузе с желтым фломастером. Может, таблеточки какие-то сегодня принимали? Да ну какие таблеточки? Тем более, они уже не действуют. Рожданочка, ну вы себя слышите? Вы единственный свидетель убийства. Утверждаете, что вашего коллегу убили выстрелом из уха. Вот так оно и было. Чего ты сидишь? Там в городе беспредел. Какой-то придурок перестрелял всех аптекарей из уха. О, 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 о. О, живая. Крыныся, размёрзлись, вызывай спецназ. Саня, мать твою, из какого уха? Из левого гад всех валит. По-аккуратнее там, а то у него ещё могут быть и газы. Добрый день, молочный лейтенант Гоменко. Здравствуйте, что я нарушил? Ничего. Вы что, уже вообще офигели? Чего вы меня останавливаете? У меня женщина новую шубу хочет, а мне денег не хватает. А я тут при чём? Дайте, сколько можете. Вы уже в наглою требуете? Вот так, в открытою? А чего вы кричите? Вы сами хотели, чтобы по-стою были честными. Мы живём по-новому. Я вам честно скажу, мне женщины не хватает на шубу. Дайте, сколько можете. Я на вас жаловаться буду в прокуратуру. Давайте, давайте, добавляйте мне ещё проблем. А скоро 1 вересня, а мне ещё детей в школу збирать. А вы знаете, какие у нас зарплатные маленькие? А у тебя ещё день народжения. А мне брата ещё от тюрьмы отмазать треба. Давайте, давайте. А вона мені приводит, и каже, на, воспитуй. А я что? Это четверо доля. И вот это я, вона, четверо детей, и ещё и те, що в однокімнатній ця, и что я тебе рассказываю? Ладно. Всё будет у тебя хорошо. Вот, на. Всё, что есть. Дякую. Давай. Дякую. Не, а правда, то велика сила. Здорово, Сокол. Ну что, заработал немножко? Давай, делись. Да сколько я там заробил? От 1 вересня скоро. Комунальні платичі. Что? Да что ты вообще об этом знаешь? У меня сын учиться в Канаде. Дочка в Швейцарії. Жене постоянно нужно шубу обновлять. Ты вообще в этом ничего не знаешь. Да что ж я их печатаю, что ли? А тут министерство дай. Проверяющим дай. Проверяющим проверяющим тоже дай. Да ещё и поляну накрой. Да что я тебе рассказываю? Да ладно, товарищ полковник, на расстроютесь. Держите гроші, вам вони походу нужнее будуть. Спасибо тебе, Сокол. Орёл, продолжай идти службу, а мне ещё два поста проверять. Давай. Не, правда, всё ж таки велика сила. Треба так будет в ЖЭК зайти. Может, с коммунальными прокататься. На троих.